Овации в честь призёра вторых европейских игр. Сегодня Дмитрия Третьякова встречали в родной спортивной школе. Именно отсюда он начинал свой путь в гребли. В плотном графике мужчина нашёл время, чтобы посетить березину и пообщаться с тренерами и воспитанниками. Окружив атлета плотной стеной, ребята на расхват брали у знаменитости автографы на память. Городость за нашу страну, что у нас есть такие хорошие спортсмены в нашей стране. Я очень рад за то, что он занял призовое место в европейских играх в Минске. И это большой результат, так как не все могут занимать призовые места. На мульсиспортивном форуме Третьяков преодолел дистанцию в 200 метров. На байдарке-одиночке с результатом 39,351 секунды и стал третьим. Соревновательным баталиям предшествовала серьёзная подготовка с личным тренером. Такие впечатления, как в Минске, по-моему, никогда не будет. И президент смотрел, и с такой организацией, с людьми, которые все наблюдали дома. Что самое интересное, дух борьбы до конца. Все отмечают то, что присутствовала борьба до конца. С байдарками Дмитрий связан уже 15 лет. С детства он любил бывать на реке и смотреть на проплывающие лодки. Придя в школу Березина, тогда 11-летний мальчик попал к тренеру Виктору Краснобаеву, который стал его первым проводником в мир гребли. Устремлённый был. Через полгода он уже первенство города выиграл. А потом пошли и республики, и балтийские игры. Четырежды золотой был балтийские игры, выиграл тоже двойки. Зайцев ещё у него напарник был Сосипович. На память о тёплой встрече бронзовый призёр получил сувенир от руководства школы, а после отправился в столицу готовиться к очередным стартам. Следующий большой трамплин спортсмена – Олимпийские игры в Токио 2020. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.